продолжаю видео о сборе хурмы и вот как видите внизу вот веточки с которых я уже оборвал плоды пустые ведра но сегодня они мне еще пригодятся потому что буду собирать никитскую бордовую зинжимару и сейджи это у меня осталось последних три дерева с которых мне нужно собрать сегодня и сбор хурмы закончится ну вот видите все дерево обобрано съемку веду со второго этажа и как видите почти нет плодов то что есть это мы оставляем ежегодно птицам бывает так что до некоторых плодов вообще невозможно дотянуться тоже рисковать смысла там за десятка плодов это ну вот как говорится это видео пусть посмотрит то публика беломоры мухоморы там кто еще пишет мне постоянно про мой возраст спортом надо было в детстве заниматься и молодость тогда бы здоровье было 65 лет лазить по таким пятиметровым деревьям спокойно еще собирать урожай ну и перехожу к сбору тех сортов которые я уже упомянул в конечном итоге покажу закрома я думаю на этом можно будет видео о хурме в этом сезоне закончить вот еще одно включение по поводу хурмы восточной вот это мне осталось не снятая динаусская с опытной станции с узбекской динаусской это еще советская региона проводились опыты ну действительно плод отличается от всех других но чем-то напоминает мне джира вот у меня пять штук здесь они все еще твердые в узбекистане у них очень большое содержание сахара но я думаю это все-таки из-за климата не за того что это какой-то уникальный сорт или еще что-то вот видите у меня еще тут томаты дозревает 8 ноября в открытом грунте ну что идем смотреть закрома там у меня еще осталась корея не снятая первый год плодовношения ну что там чем-то смахивает одновременно и на кастату и на хачу и будем посмотреть на вкус корея приходила из венгрии там еще один плод вижу и вон там еще один плод в общем четыре плода вот дерево сосновское обобрал как видите пустое ничего не осталось здесь непонятно то ли романку что ли то ли как говорится сосновское уж слишком они похожи возможно когда мне отсылали присылали черенки возможно и попутали такое случается неумысленно все это было конечно сделано инжимару обобранный один он там плодик где-то видится в листве но как говорится птицы доедят ну что ж идем смотреть сука роману давайте еще зимину покажу красиво там желтая в верхнем саду у меня такое вот дерево сейчас укрупнем вот такая картинка у меня из окошко с утра когда готовлю завтрак начинаю показываться с этих двух сортов слева Тони Вася плоды уже мягонькие их надо кушать дозрели все почти мягкие можно как говорится уже пустить на переработку попробую сок сделать справа это у меня сорт раньше я думал что это матера но сейчас больше склоняюсь к тому в атласе увидел название сорт самым высоким содержанием пока что у меня сахара хират они наши по моему если опять же не ошибаюсь на память сами видите мне здесь не берут ничего нету давайте следующему сорту перейдем это вот у меня такая коробочка хиакумы плоды сами видите разные по размеру вот есть это вот сейчас две штуки держу и как видите могут варьироваться от 100 с небольшим грамм вот опыленный хорошо видно полосочки вот эти черные и не опыленный вот этот плод вот его сейчас лучше не разрезать и не есть потому что он явно недозревший сейчас мы плавно перемещаемся так свет забыл включить сейчас включим вот включил свет поярче наверное чуть-чуть будет так это у нас сейджа вот всего такая небольшая коробочка штук пять еще на улице созревших оставил сегодня гости будут попробуют так переходим это у нас зенжимару тоже небольшой урожай ну дерево и само по себе она слаборослая плодоносит третий год ну урожайность повышается скажем годом ну конечно не так как например жира это у меня никитская бордовая тоже мягкие плоды пару штук оставил на улице ну раньше еще пробовал птицы где надкусывали тоже раннее созревание было так все вот эти еще плоды твердые то есть еще естественно вяжут надо чтоб они размягчились вот у меня осталась коробочка хачей хачей две недели перерабатывал на сушку вот такая коробочка лежит но опять же для знакомых для друзей все раздам но теперь перейдем к моему любимому сорту жира 1 коробочка 2 коробочка 3 коробочка 4 коробочка урожай вот я все и показал урожай вот с этого дерева я обещал сказать какой будет вот сейчас уже на первом этаже нахожусь вчера обобрал полностью почти полностью плодов 10 конечно там есть птицам оставляем и вот на них видно даже висят примерно составил по 20 килограмм в этом году это почти не улетел близко к средней урожайности этого дерева бывали и поболее было и 250 и 280 но это опять же в отдельные годы в этом году побольше оставил листвы зеленых веточек и надеюсь что на следующий год тоже урожай будет обычно как-то вот я резал сильно на следующий год естественно дерево отдыхало набирало вегетативную массу только через год появлялся урожай но теперь у меня три дерева жира то есть я могу сейчас позволить себе что-то сильно обрезать что-то не сильно обрезать то есть урожай у меня вот каждый год и еще раз хочу обратиться к некоторым товарищам на форумах я садовод-любитель я выращиваю это для себя для своей семьи для родственников я не гонюсь за сверх урожаями вот дает мне вот это красивое дерево вот с таким диаметром можете посмотреть на фоне моей руки диаметр этого дерева ежегодный там не ежегодным урожай не хватает у меня еще остался не убран киви ну как говорится погода позволяет я не тороплю сейчас покажу плодики висят какие вот у меня киви висит то есть еще впереди сборки вино у меня в этом году урожай небольшой будет и то что у меня сейчас есть урожай хурмы мне вполне достаточно хватит приплюсуем фурма урожай еще масса переработанного инжира в морозилке то есть его еще не решил или на сок пустить или на варенье но наверное варенье буду делать и с добавлением сушеной фурмы и вареной фурмы попробую чем еще будут впереди зима длинная как говорится дни дождливые там уже будем думать чем заниматься зимой а пока вот такая у нас еще зеленая листва на киви вот видите вот это все у меня такой ковер из листьев плоды естественно под листьями их не видно и вот там у меня на фурме там у меня два дерева сейджа и томопан большой забыл томопан большой показать сейчас посмотрим там тоже плоды уникальные я имею ввиду по размерам вот он выпал у меня как говорится из поля зрения вот такие плодики тамопана большого тоже уже попробовал это поменьше плодик мягонький кстати тоже уже надо будет его на стол вот такие вот плодики есть тамопана вот по сравнению с никитской бордовой сами видите что за штуковина томопан большой то есть плоды в два-три раза крупнее очень сочные на этом я наверно закончу все за корма показал и как говорится те кто мне писал на форумах что я показываю единичные плоды вот сейчас смотрите и просто запомните это и не говорите потом что не видели не знали а то уже надоело все это читать потому что все всплывают месяц-два пройдет и все по новой только лица меняется а вопросы все одни и те же всем спасибо за внимание